И я иногда чувствую, что мне не хватает совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с ребятами, ну там, скажем так, с лучшими европейскими черными поясами. Воспользовавшись тем, что сейчас открыты границы районов Московской области, заглянул в новый зал Moscow Combo Gym. Ну или просто Combo Gym. Пообщаюсь я сегодня со Станиславом Варшавским, который широкой публике известен тем... Кстати, Стас, а чем ты известен, широкой публике? Я, честно говоря, долго ждал, что ты что-то скажешь. Мне самому было интересно. Ну, привет, раз уж ты здесь. Ну, в смысле, раз уж я здесь. Здравствуйте. Может, присядем, ты будешь стоять? Давай. Давай, пойдемте. Ну, пользуясь лучшим, Станислав, хотим тебя поздравить с очередным серьезным шагом в твоей жизни. Спасибо. Счастья, успехов, здоровья, соболезнования. Я просто давно переживал последний раз этот момент. Не знаю, что здесь лучше пожелать. В принципе, все было неплохо. Твои слова прям как мед на душу. Стас, такой вопрос. Когда ты уже, наконец, выступишь на каком-то ивенте в SG-фрикс? Я, конечно, понимаю, что мы не Поларис там, не Метаморис, но и Справедливости Радио тоже не Томми Лангакер. Так вот... Когда? А я просто никак не попадаю на битву поколений, потому что я где-то посередине. То есть я уже и не к молодым, но еще и не к старым. Там такой категории нет. А там, понимаешь, в чем фишка? Там разница. Главное, чтобы 10 лет было. Ну, примерно 9-10 и более лет между соперниками. Но есть проблемы. Я не буду *** детей. Смотри, на самом деле, вот реально мы можем сделать битву поколений с Вовой Блюмом. Он не черный пояс, но по весу он подходит и по возрасту тоже. Знаешь, есть такая штука. На Вову Блюма очередь. Я догадываюсь. На ближайшую битву поколений зарегистрировалось около 8 пенсионеров. Ну, мы их так любя называем. Около 8 пенсионеров с весом там от 95 до 120. А Блюм один. Что делать? Ну, помимо битвы поколений... Ну, как говорится, вот ты ответил на свой вопрос. Вот так вот, да? То есть, когда кто-то из 16-летних получит черный пояс? Берегись. Если я еще жив буду. Ну, кстати, когда наши черные пояса начнут выстреливать, если мы говорим о 16-летних и так далее? Ты имеешь в виду, когда наши 16-летние получат черный пояс? Ну, я думаю, через 3-5. От 16-ти. Вот. Но на самом деле, кроме шуток, ну, я вижу положительную тенденцию в российском джиу-джитсу, да? То есть, ребята подбираются к, скажем так, победам по черным поясам, и уровень турниров все выше и выше и выше. И, ну, я думаю, не загораем этот момент, да, когда те ребята, которые сейчас черные, коричневые, пурпурные и даже синие пояса в течение там ближайших 3-х, может быть, 5-ти ветки начнут уже выигрывать на таких турнирах, как, например, Grand Slam, да, или там чемпионаты Европы и т.д. и т.п. Ну, если не выиграть, то входить в призы по черным поясам и далтам. По мастерам у нас, в принципе, уже есть ребята, которые достаточно успешно выступают, да, опять же, Алик Алиханов, да, не будем далеко ходить. Так что, я думаю, что будущее ближе, чем мы думаем. Так мы много и часто с разными людьми говорим об этом теоретическом, мифическом времени, когда нынешние 17-летние синие пояса станут там надирать задницу на крупных чемпионатах. Уж очень хочется посмотреть, когда это будет. А они, прикинь, возьмут, всех обломают, и так же, как вы, просто перестанут выступать. Я сейчас сказал, как вы, имел в виду поколение черных поясов, которые, фух, получили. Не, не тебя, ты тут еще выделяешься, кстати, в положительных причин. Скажем так, выступал совсем недавно. Это, по-моему, были реально последние большие соревнования до глобального локдауна. И был достаточно интересный момент, если кто помнит хронологию, это были турниры с разницей в неделю. То есть был чемпионат Европы AGP в Риме на той же арене, где обычно чемпионат Европы науги ABGF устраивает. И следующий выходной был Grand Slam в Лондоне AGP. У меня не было британская виза, но это нормальная история, да, я, поскольку, ну, обычный, простой русский парень. Я, естественно, делаю все в последний момент, поэтому я делал визу, как говорят, за неделю до полета. Вот, ну, чтобы как бы спокойнее было на душе. Вот, соответственно, я просто не мог полететь на Европу AGP, потому что у меня не было паспорта на руках. Вот, но вот реально последние два турнира больших, это была Европа AGP и Grand Slam London, на которые мне удалось побороться. Ну, я бы сказал, что, в принципе, относительно неплохо поборолся. Удалось пощупать топов, удалось побороться с Адамом в очередной раз. Я уже ловлю такую закономерность, что если где-то в сетке есть я и Адам, то, скорее всего, мы встретимся в полуфинале. Вот, это как бы уже прям статистика. Результат пока что, конечно, оставляет желать лучшего. На самом деле была смешная история, когда мы боролись с Адамом, даже еще перед тем, как мы вышли на татаме, Лагардо сидел, он видит, что мы стоим с Адамом, собираемся выходить, и он говорит, что, о, ты будешь бороться против своего мастера. Ну, это такая забавная предыстория, они все знают, но, короче, кто не понял, тот поймет, как говорится. Вот, но что хочется сказать, что оппозиция достаточно сильная, и я иногда чувствую, что мне не хватает совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с ребятами, ну, там, скажем так, с лучшими европейскими черными поясами. Я не говорю про мировых звезд, потому что, ну, все-таки это совсем другой уровень. Но хочется отметить, что, чтобы такой уровень появился где-то в России, да, причем, чтобы это был не какой-то единичный выстрел, да, чтобы это не кто-то один такой мега-танантливый, мега-крутой когда-то там появился и потом ушел так же в небытие, а чтобы это выросло какое-то, ну, скажем так, поколение ребят, да, которое, ну, составляло реальную конкуренцию хотя бы на европейском, а в дальнейшем на мировом уровне. Ну, мне кажется, нам не хватает просто времени, да, то есть, что я имею в виду? Ну, научный бульон, да, такое вот есть понятие. Просто количество черных поясов на, давайте скажем, академию, которая есть в США, в Бразилии, в некоторых развитых странах, ну, в контексте бразильского джиу-джитсу, европейских, вот, оно у нас такое большое. У нас зачастую на тренировке один, может быть, два черных пояса, редко где это больше. И я говорю не про ребята, да, которые получили там черный пояс и ведут тренировки, да, не про категорию там, скажем так, мастерств, а про категорию эдалт, черные пояса, которые выступают, да. Это не, сейчас не дискриминация, а, ну, мы же говорим, когда эдалты начнут выстреливать, да, по черным поясам. Ну, соответственно, поэтому я говорю, что очень мало нас, да, вот ребят эдалтов черных поясов, соревнующихся единовременно на тренировке в одном зале. И это, естественно, проблема. Просто если бы у меня было, скажем так, 3-5 человек, такие же, как я, у нас просто был бы обмен информацией, техникой, опытом и т.д. и т.п. И, ну, схватки были бы более плотные, потные и конкурентные, соответственно, мы бы росли быстрее. Вот так. Вширь. Да, вширь, как я. Стас, к вопросу о шутке Лагарда, давно хотел тебя спросить. Стас, кто твой тренер? Да, хорошее начало, да? Хорошее начало. Ну, на самом деле, скажем так, Лагарда, это скорее мой ментор, да, наверное, так будет правильно сказать, да, человек, с которым я могу всегда пообщаться, поговорить о каких-то проблемах, проблемах в джиу-джитсу, да, проблемах там в повседневной жизни, связанных с джиу-джитсу, ну, и т.д. и т.п. То есть, это человек такой, наверное, наставник, да, скажем так, как говорят, старший. А как такового тренера, вот в техническом аспекте у меня, к сожалению, нету, наверное, уже с 2015 года, потому что раньше таким человеком был Криштиан Цистара, с кем я тренировался регулярно, но когда я ушел, ну, я оказался сам по себе. И, в принципе, все, что я сейчас умею, это база, которую когда-то дал Криштиан, и плюс то, что я уловил, ну, за годы тренировок. До чего-то дошел сам, что-то увидел на ютубе, что-то увидел, как другие ребята делают, что-то увидел, как на мне кто-то делает на соревнованиях. И я много раз говорил, что у меня зачастую получается так, что я приезжаю на соревнования и реально там тренируюсь. Что я имею в виду? Что у меня нету такого уровня оппозиции на тренировках, я ее встречаю только на соревнованиях. И мне приходится, как говорится, по ходу пьесы что-то придумывать. Вот это реально формат тренировки. Ну, а когда приезжаешь с Сарев, потом с кем работаешь над этим материалом? Ну, скажем так, с тем же, с кем и до Сарев, потому что, ну, не будет такого, что я приехал, там, приезжаю, там, через два дня, там, поменялся я такие черные пояса, Наре Галвау сидит, там, Гордон Райан, такие, блин, чувак, тебе надо потянуть вот эту тему. Такого нет, соответственно, ну, просто реверс-энжиниринг, да, то есть анализ того, что произошло, как произошло, почему произошло. И, ну, пытаюсь эту технику, да, доточить, если это была ошибка с моей стороны, да. Если же меня просто переиграли, да, то я пытаюсь понять, где я допустил ошибку, да, вот в череде событий, которые привели уже к, ну, конечному результату, да, к проигрышу, например, там, к проигрышу по баллам или к проигрышу сабмишином. Ну, то есть все равно эта работа в основном в голове, работа над ошибками уже с моими ребятами, да, ну, я разбираю ситуацию, я пытаюсь воссоздать ситуацию и понять, что я мог сделать лучше, почему человек сделал так, ну, пробую покрутить позицию с разных сторон. — Станислав Игоревич, а у вас есть вот какие-то четко сформированные, сформулированные, я бы сказал даже, сформулированные, компетиторские амбиции и цели? Вот я выступаю для того, чтобы... — Скажем так, я не ставлю себе какую-то цель такой типа серии, вот такую мега прямолинейную, типа хочу выиграть чемпионат Европы по черным поясам. Скажем так... — А хочешь? — Хочу, безусловно, хочу, но я скажу так, что медали, они приходят и уходят, да, тут я не скажу, что прям важен путь, да, вот эта вся философия, то есть амбиции — это показать максимальный результат на каждом крупном турнире. Что такое крупный турнир? Если мы говорим о BGF, да, то это турнир, который входит в серию Grand Slam. Европа, чемпионат Бразилии, чемпионат по Америкам, чемпионат мира, соответственно, да. Если мы говорим про AGP, это в первую очередь Grand Slam, чемпионат мира, и немножко вторично, ну, все, что носит Continental статус. Ну, в моем случае, наверное, это Европин, Continental. Ну, ты опять используешь такие обтекаемые формулировки «показать максимальный результат». Окей, ты вышел, проиграл в первой схватке, там, предыдущему чемпиону мира, да, ты показал максимальный результат, ну, как бы, максимально возможный в этой схватке, да, это же тоже можно считать максимальным результатом. Очень обтекаемая формулировка. В общем, скажем так, я хочу выиграть на турнирах, неважно какого статуса, топовых европейских черных полюсов для начала, и потом потихоньку подбираться к, ну, мировым звездам. Почему? Потому что бывают такие ситуации, когда ты можешь в турнирной сетке занять хорошее место, да, даже попасть на пьедестал, но ты понимаешь, что твоя позиция была, ну, скажем так, в силу, например, турнирной сетки, не самой сильной, да, то есть бывает так, что ребята, которые, в принципе, могли бы тебя выиграть в первой схватке, они оказались вообще на другой стороне брекета, ты шел по ребятам, которые плюс-минус твоего уровня, как-то там выиграл, и в итоге ты в полуфинале-финале столкнулся с ребятами уже, ну, там, мирового уровня или европейского уровня, и, там, допустим, проиграл, но занял призовое место. Это тоже неплохой результат, это тоже хороший, как бы, такой стимизм, думал расти дальше, но гораздо более интересно мне лично состязаться с ребятами, ну, с самого высшего уровня, пусть я пока проигрываю, но, скажем так, я получаю бесценный опыт, который в дальнейшем, я надеюсь, преобразовать уже в победы над этими же, этими же ребятами, и все-таки забраться на самую высокую ступень пьедестала. Ну, в частности, я сказал, интересуют турниры серии Grand Slam и BGF, и EGP Grand Slam Tour, и, соответственно, EGP World. Да, я прическу поправить. То есть, переводя на язык человеческий, смотрите, скоро в дивизионе Мастерс. Ну, успеешь в Адалтах реализоваться? Не знаю, очень надеюсь. Ну, скажем так, мне, если повезет, скоро будет 28 лет. Соответственно, до 30 я имею полное право выступать только в Адалтах. То есть, грубо говоря, это 2 года. Но если у нас не будет никаких локдаунов, это и т.п., то, в принципе, шансы, наверное, есть, по крайней мере, попытаться это реализовать. Ну, а дальше, в зависимости от здоровья, от силы, от самочувствия, я не думаю, что я в 30-31 год прям так вот скажу, что все, я разваливаюсь. Запишите мне, пожалуйста, Мастерс 1. Я больше никогда не буду пробовать себя в Адалтах. Хотя мне хочется... Все вы так говорите. Да, верно. Вот, хотя мне хочется сказать, что дивизион Мастерс 1, на мой взгляд, бывает более тяжелым, чем Адалт, если мы говорим про черные пояса, ABGF. Я сейчас объясню, почему. Банально время схватки. То есть, человек, которому, там, типа, 29 лет, но ему в этом году должно исполниться 30, он уже может записываться в Мастерс 1. И вот, по сути дела, Эдалт, человек с кондициями Эдалта, да, с силой Эдалта, он приходит в дивизион Мастерс, но времени борьбы, да, время схватки, она у него меньше, почти в два раза. Соответственно, ну, одно дело работать в хорошем темпе, в темпе Эдалта в 10 минут, другое дело работать на 5-6 минут. Соответственно, как бы, дивизион Мастерс 1, он зачастую сложнее, чем дивизион Эдалт, вот в данном контексте. И надо понимать, что ребята, по чьим видео мы учились, когда были белыми и синими поясами, они сейчас все Мастерс 2, Мастерс 3, Black Belt. Стас, возвращаясь вообще к теме работы против европейских спортсменов, один-два матча, которые для тебя были максимально эффективны с точки зрения обучения, которые дали тебе, из которых ты вынес какой-то максимально запоминающийся или максимально весомый урок. Я назову чуть больше, это Гранд Слэм, который был в Москве, Виктор Уго, Рикардо Эвангелиста. Оба матча с Адамом, один в 2018 году на Эбидже в турнире в Париже и один совсем недавно на Гранд Слэме в Лондоне. Также, если я не ошибаюсь, Педро Элиас зовут парнем, могу ошибаться. Первая моя схватка на Гранд Слэме, это чувак по коричневым поясам очень хорошо выступал. По черным поясам не знаю, как он выступал, он так давно перешел. Вот, у меня была с ним схватка, она достаточно равная была, и, ну, в конце, как говорится, знание правил победило. Я просто взял свои два балла последним. По новым правилам AGP, не вводят понятия критерия, как в вольной борьбе, например. Кто последний взял баллы, при равном счете побеждает. А, еще с Томи Вангакером хорошей схватка у меня была. Это Лондон Оупен 2019 или 2018, не помню. И что, как Вангакер на ощупь? Как сказать, крепкий. Это были мои вторые или первые соревнования по черным поясам. И вторая схватка, наверное, по черным поясам, мне кажется. Вот. Могу ошибаться, уже не помню хронологию событий, но я точно помню, что мы начинаем бороться. Томи пытался мне пройти в ногу, запулил гард. Кто не знает, наверное, все видели на видео, но одно дело это в видео, другое дело это почувствовать. У него очень-очень крутая мобильность в тазобедровом суставе. То есть у него ноги крутятся просто во все стороны. И мы попадаем в такую позицию, что они называют кеймастер. То есть это, по сути дела, как не щилд хавгард, только нога не в хавгарде, она на бедре лежит. Я его ногу прижимаю к полу, беру его воротник и такой думаю, ну, сейчас возьму небольшой питстоп и начну его пытаться прессовать. Эта мысль меня промыкает прямо вот так вот в голове, так бум. И через полсекунды буквально на меня закидывается в треугольник. То есть прям с той позиции он закидывает свой таз на треугольник. И дальше начинается такая черта событий. Треугольник супер неплотный, но Томми начинает меня ломать рычаг сюда, американу, кисть, кисть и при этом затягивает треугольник. Я просто... И все. Такие ощущения. Каруселька. Да. А чему учатся схватки? Давай вот. Ну, по черным поясам схватки, вот особенно когда ты приходишь в аттезион, они учат тому, что у тебя больше нет времени думать, у тебя больше нет питстопов. То есть у тебя нет такого, как вот бывает по младшим поясам, вы выбрали какую-то позицию, и вы такие типа, о-о-о, посижу, подумаю, о чем я тут делать. По черным поясам это заканчивается очень быстро. Это такой, о-о, о чем я тут делаю? О-о, сдаваться. Все ясно. То есть учат, ну, постоянно быть максимально бдительным, постоянно двигаться, неважно, насколько ты устал, вот питстоп не приведет к тому, что ты отдохнешь. Питстоп приведет к тому, что тебя приведут в еще более сложную позицию, и ты точно не отдохнешь, и ты устанешь еще больше. То есть они тебя учат постоянно двигаться, постоянно атаковать, постоянно работать первым номером, и постоянно навязывать свою борьбу. Плюс, ну, схватки с ребятами, которые сильнее меня, да, которые являются там европейскими топами, топами мирового уровня, они учат таймингу, учат неким деталям. Например, евангелист брал на мне такие захваты, я у него после схватки просто подхожусь, потому что я говорю, блин, чел, я не понимаю, как срывать эти захваты. На что он сделал так, ха-ха, и ушел. Ты сейчас знаешь, как срывать эти захваты? Даже не так, ты помнишь сейчас эти захваты? Помню, но честно скажу, что я до сих пор не понимаю, как в наших пропорциях с евангелистой, как мне срывать эти захваты, потому что у него руки длиннее и больше, и я просто не понимаю. То есть получается, что даже если я сорву эти захваты, он их может снова забрать быстрее, чем я смогу убрать свою руку. То есть какой-то замкнутый круг. То есть, видимо, надо просто не попадать в эту позицию. Ну, евангелисты и постарше тебя будут. Да. Потому что ты не воспользовался своим преимуществом. Борется, кстати, поездал там. Да. А я воспользовался, я поэтому я забрал два балла, он просто встал. Собственно, это был триумф Станислава Варшавского. Стас, ну, все-таки ты себя считаешь большим тренером, спортсменом или просто Стасом? Да я Стас, просто Стас. Ну, я считаю себя больше спортсменом на данный момент. Скажем так, чтобы быть тренером, надо гораздо больше времени и внимания уделять своим ученикам, да, и, собственно, процессу обучения, ребят. Вот, я не хочу сказать ни в коем случае, что я недостаточно уделяю им времени. Я хочу лишь сказать, что у меня есть, скажем так, определенное количество времени, да, в сутки, и я бы мог тратить больше времени на своих ребят, нежели на себя. Но сейчас вот эта чаша весов, она больше работает на меня, да, как на атлета, да. То есть я стараюсь к себе относиться, как к спортсмену, я стараюсь потешить еще свое, собственно, самолюбие, как спортсмена. То есть я хочу, ну, попытаться выжать из себя все, что могу, как спортсмен, потому что я прекрасно понимаю, что молодость, она рано или поздно уйдет, и смотреть, как там люди борются в дивизионе Мастерс 5, ну, обычно менее интересно, чем смотреть молодых адалтов, да, которые там пытаются убить друг друга. И набрав определенный опыт, как спортсмен, да, я смогу его передавать уже своим ученикам, и, возможно, так будет даже более ценно для них, потому что сейчас я прекрасно понимаю, что есть, что им передать, но я как бы уверен в том, что мои соревнования, мои попытки забраться на все вот эти пьедесталы и подиумы, которые я сказал до этого, они придут к тому, что у меня будет гораздо больше соревновательного опыта, который я смогу передать своим ребятам, и смогу указать им на те ошибки, да, которые допускал я, и которые, возможно, они смогут обойти стороной. Ну, и как думаешь, когда будут ближайшие соревнования, которые удостоятся твоего присутствия, ну, какие-нибудь заграничные ближайшие соревнования? Ну, как говорится, на битву поколения я уже не успеваю. А будет скоро третье. Ну, я придумаю отмазку. Наверное, заболею. Стас, можно ли прожить на зарплату тренера? Можно. Спасибо. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok